Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 сентября и это первое видео о зимнем огороде, где я буду показывать, как я провожу пикировки, перевалки томатов. Сегодня у меня будет перевалка томатов из маленького стаканчика в большой. Я напомню, что сначала я их в такую маленькую штучку посеяла. Потом они у меня, когда выросли, появился один настоящий лист. Я их распикировала вот по таким маленьким стаканчикам. И теперь, смотрите, когда корневая система превысила уже все допустимые размеры, я вот посмотрела, корни они даже, видите, вот вверху видно, вот они. Корни вылазят аж наружу. Это значит, что они просят добавки земли. Томат прям не только сигнализирует, он кричит, перевалите меня в больший объем. Томаты, кстати, получились хорошенькие такие. Никаких пока видимых таких дефектов или изъянов я не вижу. Они не потянутые. Вот видите, стебелек такой толстый. Пока ничего я им не добавляла. И сделала одну, ну, небольшую ошибку, которую можно исправить. Я их высадила в старый грунт. Но с огорода в ведре росли томаты. И там, вероятно, они за сезон уже высосали все. Все вкусненькое, короче, съели. И когда у меня рассада взошла, я увидела, что у них стебельки фиолетовые и листики фиолетовые. А раз это еще не зима, и они в теплой вот в этой, вот в этой же вот в китайской палатке, где я показывала про лампу, тут очень тепло, хорошо, закрытое пространство, ни с окна не дует ниоткуда. Это значит, что им не хватало фосфора. И вот сейчас грунт, в который я буду переваливать, я уже его обогатила фосфором и калием, потому что для зелени не добавляю ничего, они же с коротким сроком. 20-30 дней и все, они уходят. Они в любой земле вырастут. А томаты, так как им расти тут 3, даже 4 месяца, им все-таки нужно более сбалансированный грунт. Вот сейчас я с таких 200-граммовых стаканчиков томаты, у которых раз, два, три, четыре листа, пятый лист, буду перекладывать, переваливать вот в такие 500-граммовые стаканы. И все мои золотые яйца сегодня получат отдельные просторные квартирки. Так как здесь у меня на столе, конечно, я здесь не работаю, здесь они у меня только живут, растут, я работаю в другом месте, но мне хочется более подробно рассказать и показать, потому что в этом году я очень много сообщений читаю у себя на канале, что меня радует. Многие пишут, что я в этом году, ну вот она, например, кто пишет, зрители, что в этом году пишут, я впервые решила заняться выращиванием на балконе, там на окне. Мне это очень радует. И так как очень многие, так же, как и я, будут заниматься этим впервые, я хочу все свои действия показать, потом будем советоваться друг с другом. Может быть, кто-то мне поможет каким-то советом, кто-то я. Но вот я, так как эти процедуры делаю точно так же, как я делаю весной, я все это буду показывать, это будет полезно тем, кто ни разу не пикировал томаты, не переваливал в другие объемы, потому что вырастить на окне, например, лук и салат, это проще простого. Посадил семечко и жди, когда она, вот листва разрастется, видите, вот уже готовый салат, пожалуйста, хоть сейчас срезай, ешь, хоть вот эта горчица, вот эти салаты, вот эти. Смотрите, какие разные цветовые гаммы. Этот салат прям чисто салатовый, это вот горчичка фиолетовая, зеленая, а эти с какими-то фиолетовыми прожилками. Очень красиво, но их вырастить очень просто. Тут большого ума не надо. Прям посыпала вот так и все сеять. А томаты для того, чтобы весь цикл пройти от семечка до спелого томата, нужно, конечно, какие-то процедуры проделать. Вот сейчас мы пойдем туда, где я работаю, и я покажу, как я это делаю. У нас началась сейчас та самая унылая пора, когда уже тепла нет, но еще снега нет. Сегодня вот я проснулась, в 6 утра был 1 градус, сейчас 4 градуса. Ясно, что в огороде уже в это время ничего не поделаешь, но мы надеемся, что будет еще тепло, так как еще не все обработали. Но вот так вот, выглянув в окно, я сегодня выглянула, пейзаж унылый. Унылость нашего постоянного пейзажа, вы видите, вот эти старенькие домики. У нас улица построена в 1905 году, и многие с этого времени, вероятно, ничего еще не делали, ни ремонтов, ничего. Вот старые маленькие домики, некрашенные заборы, все это, вот эта наша неухоженность, неустроенность. И еще вот эта погода накладывает отпечаток. Самое время, чтобы как-то поднять настроение, взбодриться, самое время лучше пообщаться с растениями. И сегодня, когда Галина Бубликова мне написала в комментариях, отдохните, побалуйте себя чем-нибудь, я ей сказала. А я знаю, чем себя побаловать. Я себя буду баловать вот этим зимним огородом. Когда подходишь, я вот сегодня сейчас пришла, на окне еще ничего не растет. Ой, подождите, я подошла, лампу включаю, все, сразу другое настроение. Вот этот яркий свет, вот эти растения, которые, смотрите, они прям показывают, в них такая жажда жизни. Вот эта корневая система, которая расползлась по всему стакану. Сейчас я буду все, как бы сказать, поэтапно вам показывать и рассказывать. Буду, тут камеру не на штатив не поставишь никуда, буду с руки снимать. Видеосъемки, конечно, будут немножко, ну, не профессиональные, не такие, как нужно. Но главное, нам нужно узнать информацию. Начну с подготовки грунтов. Какой грунт и в какую тару я высаживать буду вот этих вот красавиц. Я уже говорила, что первоначально грунт, я вот просто схватила ведро с огорода, в котором растли томаты летом, и наложила туда. Но оказалось, что им недостаточно питательных веществ. И второй раз, когда я вот буду перекладывать их в такие большие стаканчики, я подошла уже к этому более серьезно и ответственно. Я взяла новый грунт. 50% дерновой земли, 50% старого перепревшего перегноя, который уже как земля, просто такая рыхлая, коричневая. Этот состав знают все мои зрители. 50 на 50 делаю давно, хотя многие пишут, что это жирноватый вроде для рассады грунт. Но я много лет его использую, и мне он нравится. Я не люблю, чтобы рассада в чем-то себе отказывала, чтобы она испытывала какой-то недостаток. Сюда же на 10 литровое ведро грунта я добавила столовую ложку удобрения фосфорно-калийного, потому что томатная жизнь, она длинная, им все это пригодится. Теперь я сейчас буду вот с этого стаканчика рассаду вытряхивать. И вот в такие, это 200 граммовый, вот в такие 500 граммовые буду раскладывать. Пока что это у меня только золотые яйца. Я сразу скажу, что сначала хотела только в палатке выращивать, потом, как аппетит приходит во время еды, потом решила, что сделаю больше их. Так, часть будет вот здесь на окне под этой лампой, чтобы посмотреть, может существовать огород на балконе полноценный или нет. Легко ли зимой вырастить помидорку настоящую, до спелого состояния на окне. Вот одна партия будет стоять на окне под профессиональной лампой, про которую я говорила, вот Марс Гидро фирма, за счет которой у меня эта лампа и появилась. Я добавлю, что всю жизнь выращивала рассаду под простыми, ну вот, лампы дневного света. Мне всегда все писали, что эти лампы дневного света, они ничто по сравнению со светодиодовыми, с этими профессиональными. Но я всегда говорила, мне и так хорошо. Но у меня дело в том, что я рассаду, вы видели, что у меня придомовая теплица, и я только первый этап выращиваю дома под лампами дневного света. А потом очень рано начинаю выносить на натуральное солнце, и у меня рассада получается хорошая. Если бы я ее не выносила на натуральное солнце, не знаю, хватило бы этих ламп дневного света или нет. Короче, будет три варианта. На одном окне будут лампы дневного света над помидорками, на другом окне вот эта вот лампа Марс Гидро. И третий будут расти вот в этой палатке для растений от фирмы Марс Гидро. И мы посмотрим разницу, есть ли разница, нет ли разницы. Короче, мне кажется, это будет интересно, не знаю, как другим, но мне очень интересно провести такой эксперимент. Удалось бы его удачно провести. Все, смотрите, все стаканчики, я сделала дырочки в дне. Дырки делаю всегда обязательно, это не только для стока воды, но и для того, чтобы туда, там не было закисания вот этого, чтобы вода не застаивалась, вытекала, во-первых. А во-вторых, чтобы в корневой системе все-таки попадал немножко воздух. Корни должны дышать. И если нет дырочек, то очень часто начинается заболевание корневой системы. Дырочку сделали, по одной ложке вот такого грунта раскладываю, по одной ложке. Одну ложку туда положу, потом сейчас сверху поставлю помидору, покажу, и по краям сделаю обсыпку. Все, начинаем. Я стаканчик беру, переворачиваю его. Вот так немножко нажимаю на задницу, и вот этот вот комочек убираю. Смотрите, какие корнищи. Это вот такое состояние корневой системы, когда корни белые, такие яркие на черном фоне, когда их много. Говорит о том, что растение полностью здорово, оно пышет жизнью. Потом я его беру и размещаю вот в этот стакан. Неудобно очень снимать, не знаю, как здесь можно было снять лучше. Но вы видите, что внизу у меня получился слой свежей земли. И вот эти вот расстояния, которые вокруг пустые, вот вокруг, я тоже сейчас буду обсыпать, ну, подсыпать свежего грунта. Я беру просто ложечку и туда вот досыпаю. И потом другим концом ложки, чтобы не было там, ну, как воздушных карманов, чтобы не было, я вот так вот продвигаю. Все. Я сейчас весь процесс вам не буду показывать, покажу уже готовые. Но я скажу, что я вот эти все, все вот эти расстояния... Ой, не обращайте внимания на мой грязный бинтик. Это я порезала, вчера делала планшеты для каталогов, бумажкой порезала. И все, сейчас я вот сюда земли набью и буду рассказывать дальше. Пока что, видите, тут у нас пустые пространства вокруг этого земляного комочка. О том, сколько насыпать земли, здесь, возможно, два варианта. Я вот насыпала до семидольных листочков. Если вы хотите вот такой уровень оставить, то семидольки можно не удалять. Если бы я насыпала чуть выше, то мне нужно было бы вот эти семидольные листочки. Но это все по-разному делают. Кто-то их закапывает. Я их обязательно удаляю, потому что, не дай бог, там они начнут гнить, что-нибудь получится, какой-нибудь нехороший, живой организм появится, агрессивный. Можно удалить семидольки и сделать заглубление. Тогда корневая система будет еще больше. В общем, весной многие говорят, что я не подсыпаю много, потому что во время образования вот этой дополнительной корневой системы растение замедляет свое развитие и будет немножко с запозданием на неделю. Но зимой, вы понимаете, нам торопиться никуда. Можно и чуть еще больше подсыпать. Вот так вот делается перевалка. Растения, конечно, они просятся уже перевалить их в отдельную тару. Сейчас я их перевалю. Еще хочу сказать, видели, какой у меня грунт? У меня грунт не очень влажный, а именно такой, как рассыпчатый. Если бы грунт был влажный, то при перевалке очень сложно его набить вот в эти щели, в пазухи, которые между стаканом и земляным комочком. А земляной комочек я разрушать не хочу. Видели я, как формочку, кексик, куличик этот ставлю и вокруг подсыпаю. И вот сейчас, пока эти растения будут осваивать новый вот этот объем грунта, они немножко затормозятся в растении. Но я еще раз говорю, для зимнего огорода это не имеет значения. Недели раньше, недели позже, лишь бы они вообще выросли. И про влажность грунта. Раз он у меня не влажный, значит сейчас после перевалки я немножко все-таки его полью. Потому что вот такой сухости, это немного суховатый он. Еще про дезинфекции грунта. Вот Нина Юшкина сейчас только что, я в комментариях смотрела, спрашивает, что можно ли грунт привикуром как бы обработать или пролить. И ей там уже ответили, что не можно, а даже нужно. Я пока грунт ничем не обрабатывала. Тут, конечно, в случае с зимним огородом есть опасность, когда мы притащим летом грунт домой, опасность, что мы занесем насекомых, вредителей. И тлю, и белокрылку можно занести, если у кого есть она в наличии. И все-таки специалисты рекомендуют вот такой вот летний грунт обрабатывать акторой. Акторой или еще какими-то средствами, чтобы насекомые, наши вредители, там умерли. И, конечно, так как у растений будет очень длительный жизненный путь, вот здесь на окне, то привикуром тоже можно землю пролить. Но я сейчас не проливаю. Почему? Потому что привикур обычно разбавляем уже 2 литра. А мне их всего, вот у меня 9 штук, у меня пока что саженцев мало. Я хочу сейчас посею вот их, потом посею еще одну партию томатов. И когда у меня наберется побольше посадок, я тогда их полью привикуром все вместе. Но обычно у меня, как я считаю, у меня такое мнение, что зеленку вот эту, которая вырастает быстро 20-30 дней, которая редиска, салат, скорее всего ничем поливать не нужно, потому что мы ее кушаем очень быстро. И все это мы можем в организм себе занести. А томаты у нас еще ни о каких плодах даже речи быть не может. И еще под сомнением будут они или не будут. Вот мы, конечно, надеемся, мы будем к этому стремиться. Я лично вот, ну, надеюсь, уверена, что будут плоды. Но так как еще очень далеко до плодов, то я думаю, сейчас можно и привикуром обработать почву. Это обеззараживает грунт и вырабатывает иммунитет против грибковых у растений. И можно, когда вы приносите грунт с улицы, перед тем, как начать посев, начать посадки, можно и октарой протравить. Потому что у нее тоже октары, срок действия 28, что ли, дней через месяц. Произойдет распад этого, ну, как препарата. И ничего в плодах, конечно, не будет. Потому что сейчас до плодов еще нам, ой-ой-ой-ой, как далеко. Ну и, конечно, после того, как я перевалю свои золотые яйца в тару большего объема, я поставлю их сюда, в китайскую палатку. Потому что именно из-за китайской палатки у меня и возникла идея заняться зимним огородом. Потому что тут созданы идеальные условия. Конечно, если бы мне не дали на обзор вот эту палатку, если бы у меня не было этой лампы, я, может быть, даже и, ну, у меня не возникло бы желания заниматься всем этим. Но сейчас, когда я начала вот разводить эту зелень, огород на балконе, я так рада, что я ввязалась во все это. Потому что, выглянув на улицу, иногда, знаете, даже, ой, выходить неохота. Особенно для нас, пенсионеров, если на работу идти уже не надо, а больше идти-то некуда. И сидишь, смотришь на этот унылый пейзаж, хочется чем-то заняться таким более интересным, увлекательным. Вот, пожалуйста, зимний огород. Все. Как всегда, ссылки от производителя, которые дали мне вот эту китайскую палатку, которые дали нам лампу для розыгрыша, вот эту светодиодную, я в описании к видео выставлю. Кому интересно, посмотрите. Я считаю так, даже если, я очень часто смотрю, даже если покупать не планируешь и денег нет, хотя бы просто для расширения кругозора, будем знать, что есть вот такие чудо-лампы, под которыми и зимой можно вырастить такие же вкусные, красивые плоды, как и летом. Все. До свидания. Мои помидорки сейчас будут в больших домиках.